Всем привет! Меня зовут Наташа, вы на канале Делай Тело. И сегодня мы с вами сделаем быструю и эффективную тренировку с фитнес-резинкой для наших рук. Если у тебя все еще нет фитнес-резинки дома, то очень зря, потому что это такой очень компактный, легкий и вообще крутейший инвентарь для того, чтобы прорабатывать как верхнюю, так и нижнюю часть тела. Но в действительности руки наши можно привести просто в невероятный тонус и достичь каких-то желаемых целей, смотря, конечно, какие они у вас, с помощью всего лишь этого инвентаря. А также не забывайте то, что в описании к этому видео вы можете найти наш ежемесячный календарик тренировок с тренировками в видеоформате всего лишь по 20-25 минут в день. Поэтому занимайтесь эффективно и с удовольствием прямо из дома. Ну что, мы начинаем. Давайте для начала продеваем нашу фитнес-резинку вот так вот в области запястья и выпрямляем руки вперед. Сейчас я настраиваю наш таймер. Поехали. Начинаем сразу правой рукой. Вот такие вот делать отведения в сторону. Раз. Два. Три. Делаем не быстро, не нужно вот гнать и делать пульсации. Каждое движение мы делаем контролирующее. Руки прямые, спина прямая. И чувствуем, как у нас подключается плечевая зона, верхняя часть нашей руки. Резинку можете выбирать, в принципе, какую угодно под ваш уровень подготовки для этой тренировки. Сейчас я говорю. Начинаем вот так вот заводить вверх на 45 градусов, в сторону, вниз, в сторону, вверх, в сторону, вниз. Да, на держание резинки выбирайте абсолютно под ваш уровень подготовки. Я обычно начинаю и советую девчонкам начинать с самых легких резинок, потому что они уже могут довести до такого жжения и дать очень-очень крутой результат. Поэтому только если вы находитесь на более продолжающем уровне, я советую брать более плотные резинки. Так, самое важное, нам с вами завершить тренировку до конца. Я уже чувствую, как у меня начинает гореть пламенем плечо. Так, закончили. И мы начинаем работать с левой рукой. Также отведение. Раз, два. Кому как удобно на самом деле. Можно делать выдох на отведении, а можно дышать просто спокойно и равномерно. Самое главное, контролируйте, что этот момент у вас в порядке, потому что если дыхание сбивается, то мы начинаем немножко терять вот это вот наслаждение тренировкой. И случаются вот такие небольшие неприятности. Поэтому всегда контролируйте дыхание. Можно делать вот таким образом дышать, а можно просто дышать спокойно, если вы достаточно в себе уверены в этом моменте. Сейчас начинаем делать заведение вниз, в сторону, вверх, в сторону, вниз. То есть не совсем вниз, идем где-то на 45 градусов, как я вам говорила. Вот так вот работаем. Упражнение на самом деле очень крутое. Я вообще знаю то, что вы очень любите тренировки на ягодицы и на руки с фитнес-резинками. Одни из самых популярных таких роликов на нашем канале. Поэтому всегда рада добавлять какие-то новые элементы, какие-то новые упражнения. И еще больше прожигать ваши мышцы прямо из дома и за минимальное количество времени. Вот так вот. И закончили. Стряхнули немножко ручки. Сейчас мы перейдем к растягиваниям резинки на груди. То есть мы зажимаем вот так вот в ладошках резинку и начинаем задействовать наши грудные мышцы. За счет вот такого вот растяжения резинки локти у нас находятся параллельно полу. Заводим их назад. То есть у нас немножко подключается спинка тоже. Но в основном работают грудные мышцы. Это нормально, если вы чувствуете и грудь, и спину тут. То есть на самом деле это очень хороший знак. Вы все делаете правильно. Давайте растягивайте. Можно даже сделать такую небольшую задержку, чтобы еще больше задействовать наши мышцы. Чтобы они почувствовали, над чем мы работаем. А сейчас мы переходим. Вот так вот одеваем резинку на ладошку. Фиксируем ее на плече. И делаем вот такие вот медленные разгибания на зону нашего трицепса. То есть мы не тянем и не делаем быстро. Опять же контролирующие движения. Тут вот иногда хочется взять, особенно не начинающим, продвинутым, чуть более плотную резинку. Если есть такая возможность, то обязательно это сделайте. Но даже с резинкой низкой плотности мы хорошенько все подключаем. Хорошенько все чувствуем. Пять. Три. Два. Один. Меняем нашу сторону. И начинаем делать все то же самое. На правую руку. Очень хорошее, на самом деле, изолирующее упражнение, когда работаете в зале над верхней частью тела. И после какого-то упражнения на трицепс добить его фитнес-резинка. Это просто огонь. Поэтому берите на заметку те, кто также тренируется порой в зале. Пять. Четыре. Три. Два. Один. У нас такая небольшая пауза. Делаем перерыв. Кстати, многие часто спрашивают, когда я веду тренировку в одном и том же положении. С колен меня спрашивают. Наташа, можно ли делать сидя или можно ли делать стоя эту тренировку? Конечно, можно. Делайте из такого положения, в котором вам удобно это делать. Главное, чтобы амплитуда движений была такая же. И, в принципе, все то, что я показываю, вы могли делать в свободном пространстве вокруг себя. Надеваем резинку на запястье. И начинаем второй круг нашей тренировки. Отводим правую руку в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Знаете, какая еще фишка этого упражнения? То, что, когда ты работаешь с резинкой, вот ты приводишь руку в исходное положение, но ты ее не расслабляешь. То есть у нас она как бы постоянно натянутая, постоянно в напряжении и такая постоянно включенная в работу. Раз. Два. Три. Вообще огонь. Очень круто, что тут два круга в этой тренировке. Все можно прочувствовать. Все можно прочувствовать и прожечь в два раза лучше. Вниз на 45 градусов. В сторону. Вверх. В сторону. Вниз. В сторону. Вверх. Давайте. Больше половины уже позади. Ты уже большой молодец или большая молодец, что пришла на эту тренировку. То, что уже прошла через такой путь. Все отлично. Десять. Горит. Горит. У меня вместе с вами, поэтому вы не одни. И начинаем работу на левую руку. В сторону. В сторону. Часто такое заблуждение, конечно, есть, что чем быстрее я сейчас буду делать упражнения, особенно в домашних тренировках начинающие, постоянно вот думают, да, то, что как будто если я буду делать быстрее, то эффект будет намного лучше. Но в действительности это не так. Наши нейромышечные связи, они должны установиться, должно наше тело понять, над чем мы работаем. Для этого мы должны работать медленно, чувствуя, фокусируясь на тех мышцах, которые мы задействуем. И вниз, в сторону, вверх, в сторону, вниз, в сторону, вверх. Давайте. В этом положении это последнее упражнение. Я знаю, что это может показаться небольшой пыткой на небольшой промежуток времени, но результат от этого, конечно, очень кайфовый. Руки такую форму красивую приобретают, такие изящные становятся. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Стряхнем немножко руки. И перейдем к растягиваниям резинки на груди. Локти параллельно полу, в стороны. И начинаем. Давайте сейчас будем делать такие двойные растягивания. Раз, два. То есть с пульсацией в самой широкой точке. Раз, два. Дыхание равномерное. Работаем. Чувствуем зону наших плеч, чувствуем спинку тоже. Не забываем улыбаться. Мне в ответ осталось совсем чуть-чуть. И закончили. Прорабатываем снова наш трицепс. Надеваем резинку, прикладываем ее к плечу. И начинаем делать вот такие вот растягивания. Кстати, вы можете еще больше почувствовать данную зону, если сделаете растягивание и задержитесь в таком положении. Может, с такой небольшой пульсацией. Вау! Просто очень сильно чувствуется та зона, над которой мы сейчас работаем. Еще чуть-чуть. Раз, два. Можете подтянуть резинку немножко выше, если слишком легко. И меняем сторону. И делаем наше последнее упражнение. Вы сегодня просто молодцы. На самом деле тренировка короткая. Но такая жгучая, такая интенсивная. Поэтому ее вообще очень классно делать. В принципе, как днем, где вы тренируете верхнюю часть тела из дома, да, в комплексе, например, с тренировкой на спину или какой-то кардио тренировкой. Так и, в принципе, самостоятельно или в дне на все тело. Мы комбинируем разные группы мышц. Например, одну тренировку на ягодицы с резинкой, одну на руки, одну кардио, одну на пресс. И мы закончили с вами. Все, руки просто горят. Я вас поздравляю. Просто молодцы. Я надеюсь, что вам действительно было кайфово, интересно и, главное, эффективно. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Делай Тело. Ведь у нас тут выходят такие короткие, эффективные тренировки, которые можно сделать прямо из дома за минимальное количество времени и с максимальным результатом. До новых встреч!